Приветствую, уважаемые трейдеры, с вами Мария Кухта, и сегодня у нас среда 6 декабря, и я предлагаю вашему вниманию свежий аналитический обзор рынков по моей авторской торговой стратегии «Защитный трейдинг». Сегодня проанализируем основные инструменты из ключевых рынков. Сразу скажу, что большинство инструментов сейчас в движении, то есть ситуация не торговая, но если есть какие-то моменты, на которые я бы хотела обратить внимание, это все озвучу в видео. Также будут несколько торговых идей, чуть рисковые идеи, потому что против образовавшейся тенденции, но тем не менее шансы для соответствующих движений у нас есть. Поэтому давайте, ребята, начинать. Начинаем мы с вами с валютного рынка евро-доллар. Евро-доллар сейчас находится в шартовом давлении вниз, то есть движение по евро, которое сформировалось за последние несколько торговых дней, безоткатное падение, которое значит лишь одно. Сейчас ситуация по евро-доллару у нас не торговая, поэтому кто торгует данную валютную пару, я бы посоветовала подождать более понятные торговые картины, каких-то подтвержденных элементов на графике, для того, чтобы сформировали соответствующие паттерны. Будет ли это продолжение текущего давления, если так, то нам нужно подтверждать вот этот шартовый пролив вниз, либо же у нас произойдет перекрытие лонговые, в данном случае, чтобы произошло перекрытие, нам нужен отдельный самодостаточный паттерн, потому что такую глубокую коррекцию нужно перекрывать отдельным паттерном. И тогда уже можно будет говорить о каких-то восходящих перспективах, поэтому евро пока ничего, нужно ждать. Доллар-франк, давайте посмотрим, ребят, по доллар-франку. Ну, здесь ситуация чуть более интересная, почему? Потому что локально мы находимся поджать наверх, то есть три дня, а сегодня у нас третий день локального поджать наверх, которые, в принципе, дают возможность говорить о том, что, скорее всего, доллар-франк у нас дальше нацелен в сторону этого поджатия. Но, опять-таки, если говорить о каких-то полноценных формациях, полноценных паттернах, то сейчас их нет. Сейчас доллар-франк, единственное, что нарисовал локальное поджать наверх, третий день, поэтому очень рисково. Можно попробовать покупать данную валютную пару, учитывая характер комбинации на часовом таймфрейме. Там, в принципе, мы неплохо сформировали локальную консолидацию в лонг, поэтому рисково можно попробовать купить доллар-франк. Выше сегодняшнего минимума в районе 0,8735 и с целью на пробитие сопротивления локального, образовавшегося в районе 0,8760. Поэтому думаю, что на коррекцию будет уходить доллар-франк, спекулятивно покупки, но если говорить о каких-то более среднесрочных перспективах, более длительных перспективах, сейчас ничего не могу сказать, потому что все-таки инструмент шартовой тенденции, инструмент давления вниз на дневном таймфрейме, очень хорошо эта тенденция здесь прослеживается. Поэтому, как я уже сказала, спекулятивно можно попробовать купить на коррекцию. Если будет появляться дополнительная информация, тогда все это для вас буду озвучивать в следующих своих обзорах. Сейчас у нас ситуация по доллар-франку рисковая. Можно попробовать на покупку против тенденции, но в сторону локального поджать наверх. Очень осторожно сопровождать данную торговую позицию, смотреть, будет ли у нас предпосылки для закрытия покупок и произойдет ли у нас дальнейшее перекрытие в шорт. А возможно, наоборот, подтверждаться будет текущий рост и тогда уже уверенно можно будет держать эти покупки. Поэтому нужно больше информации от рынка. Пока из того, что видно, свою позицию озвучила. И если будет что-то меняться, буду озвучивать все это для вас на своих следующих обзорах. Фунт-доллар. Давайте смотреть. Валютная пара фунт-доллар находится в локальном давлении вниз. Несмотря на то, что у нас тренд восходящий, который образовался и подтверждался за последние два торговых месяца, все-таки уходим на коррекцию по фунту. Мы показали реакцию на образовавшийся максимум в районе 1.27.15. Такие два дня хороших падений с пробитием локального откатного уровня поддержки 1.26.10. Значит, что, скорее всего, фунт-доллар у нас дальше собирается двигаться в шорт. Поэтому, ребята, коррекционно рассматриваю фунт-доллар на снижение. Здесь какие-то уровни не буду отмечать, потому что у нас есть свежая защита. Возможно, защита в шорт. И это падение, которое началось 4 декабря и продолжилось 5 и сегодня 6 декабря. Поэтому это единственное, что нас может защищать для открытия шортов. Будет ли это дальнейшее падение секущих, либо как-то еще будем здесь локально доформировать торговую позицию, увидим по факту. Но, судя по всему, довольно неплохо давит медведи цену вниз по валютной паре фунт-доллара. И я думаю, что спекулятивно можно пробовать работать в шорт. Так, давайте посмотрим еще из валютного рынка на взландский доллар. Валютная пара NZD и USD показывают внутреннюю дневку в рамках предыдущих падений. В принципе, если говорить о каких-то хороших формациях, точно так же, как и по другим рынкам, их нет, ребят. То есть по другим валютным парам, я имею в виду, их нет. Потому что на самом деле рынок Форекс сейчас в движении, в движении против предыдущих тенденций. Для того, чтобы торговать против тенденций, нам нужны отдельные самодостаточные паттерны. И не по одной валютной паре этих паттернов нет. Поэтому это вы должны обязательно учитывать, если торгуете валютным рынком. Но, тем не менее, как я уже сказала, локальное направление можно определить как попытка уйти на коррекцию по отношению к предыдущим тенденциям. И у нас на Зландский доллар не исключение. Поэтому НЗД ЮЗД показал реакцию на максимумы, образовавшуюся в районе 0,6210. Два дня давления вниз, которые произошли 4 и 5 декабря. Сегодня это, скорее всего, внутренняя дневка. Обращаем внимание на максимум среды. Это ценовая отметка локальная в районе 0,6175. А если сегодня закрываемся так, как торгуемся сейчас, это будет внутренний день по отношению к предыдущему снижению. И, соответственно, от локального максимума среды можно пробовать работать в ShortPoints до ЮЗД. То есть от сопротивления 0,6175. С целью на пробисие поддержки 0,6125 и ниже. Ситуация, скажем так, очень скользкая, потому что все-таки тренд. Но локальные предпосылки, локальные шансы для снижения здесь присутствуют. По крайней мере, спекулятивного коррекционного снижения. Да, можно, в принципе, увидеть локальные моменты, которые подтверждают эту картину. То же самое по австралийскому доллару. Смотрите, австралиец у нас 2 дня падения. Импульсное падение 4-5 декабря. И сегодняшний день, это, скорее всего, внутренняя дневка. То же самое, как и по новозландцу. Действуем, значит, максимум среды. Откатный уровень, от которого можно пробовать работать в Short по австралийскому доллару. От сопротивления 0,66 можно пробовать Shortage Out ЮЗД с целью на пробисие, образовавшихся в минимумах локальных в районе 0,6550. Австралиец у нас от последней консолидации, вместо того, чтобы показать реакцию наверх, наоборот, мы показали такое импульсное снижение, пробили откатный уровень поддержки 0,666, закрепили зеркально ниже и сегодня оттестировали зеркально эту ценовую отметку, что, в принципе, подтверждает возможность работы в Short по данной валютной паре. Поэтому очень осторожно против тренда, спекулятивно. Можно попробовать шортить австралийский доллар. Какая перспектива для падения? Пока озвучивать не буду, потому что нет информации для того, чтобы озвучить какие-то, скажем так, даже краткосрочные перспективы, потому что в любой момент ситуация может поменяться лонговым перекрытием и, соответственно, дальнейшим движением в сторону восходящей тенденции. Поэтому, как я уже сказала, осторожно работаем в Short, если будет что-то меняться, либо же наоборот, если у нас ситуация будет подтверждаться шортовая, то в таком случае дальше можно будет рассматривать продолжение текущего импульса, текущего падения, которое произошло у нас 4 и 5 декабря. Так, давайте еще из валютного рынка, ребят, доллар-иена посмотрим. Ну, в принципе, по доллар-иене. По доллар-иене нисходящая тенденция, которая образовалась за последние торговые недели. Пока по доллар-иене мы удерживаем откатный уровень сопротивления 147,4. Максимум понедельника, текущей торговой недели, есть 3 дня удержания данной ценовой отметки. И все это происходит в рамках предыдущего импульсного пролива вниз, который произошел 1 декабря, то есть в начале текущего месяца. Поэтому, смотрите, пока доллар-иена, скажем так, не торговая, то есть я бы пока не советовала торговать с данным инструментом, но есть один момент, нужно смотреть, как закроется дневка сегодня. Если мы сегодня выкупим данную валютную пару, даже если закроемся ниже сопротивления 147,5, но закроемся с поджатием наверх, тогда можно рисково пробовать купить. Альтернативный вариант, если наоборот, мы закрываемся внутренней дневкой в рамках предыдущего импульса на снижение, того, что произошло 1 декабря. В таком случае мы дальше будем подтверждать продажи и, скорее всего, двигаться в шорт по доллар-иене. Поэтому ключевым моментом на данный момент у нас выступает закрытие сегодняшней дневки. И, как я уже сказала, смотрим, как закроется день. А если закрывается с поджатием, тогда можно здесь, скажем так, увидеть первые элементы, первые предпосылки для формирования лонгового паттерна. Альтернативный вариант тоже озвучила. То есть если удерживаем сопротивление 147,45, 147,5, закрываемся с давлением вниз, тогда, в принципе, у нас дальнейшая шартовая перспектива открывается с целью на пробитие поддержки 146,7 и ниже. Потому что тренд, ребят, потому что тенденция шартовая и много нюансов, которые могут в данном случае помешать покупателям. Поэтому очень осторожно смотрим, как закроется сегодня день. И тогда уже будем принимать решения по данному инструменту. Так, а теперь я бы хотела перейти к фондовым индексам. Из фондовых индексов, ребят, мы с вами посмотрим индекс S&P 500 и индекс NASDAQ. Чем интересны данные индексы? Сейчас скажу по данным инструментам. У нас формируются предпосылки для дальнейшего снижения. То есть, несмотря на то, что мы в тренде, несмотря на то, что мы довольно уверенно смотримся наверх по тенденции, все-таки у нас локальные шансы, локальные предпосылки для снижения есть. И сейчас я объясню свою позицию, почему считаю, что и в S&P, и в NASDAQ есть шансы для падения. Во-первых, смотрите, S&P 500 от первого лонгового паттерна, того паттерна, что был сформирован еще на предыдущей торговой неделе, мы показали хорошую импульсную реакцию наверх, но потом обратная реакция вниз. Можно ли считать эту обратную реакцию вниз как, скажем, заходным шартовым импульсом, в сторону которого дальше можно шартить S&P? Ну, судя по всему, я считаю, что да. Почему? Потому что у нас есть внутренняя дневка, которая подтверждает предыдущие падения, то есть внутренняя дневка от 5 декабря, вчерашний день подтверждает предыдущие падения по S&P, это раз. И второй момент, это то, что сегодня, если мы закрываемся точно так же внутренней дневкой по отношению к этому импульсу, то дополнительно будем подтверждать шарты, дополнительно будем подтверждать продажи по S&P и двигаться вниз с перспективой на пробитие поддержки 45-50 и ниже. Поэтому S&P 500 рисково можно попробовать шартить, стоп-лосс выставлять за образовавшуюся максимум, потому что все-таки защитные движения у нас предполагаемые, это импульс вниз от 4 декабря, и ожидать дальнейшее падение с целью на пробитие поддержки 145-50 и ниже. Но, как я уже сказала, рисковая ситуация, потому что тенденция восходящая, все-таки тренд у нас лонговый, тренд, который присутствует по S&P за последние торговые недели. Довольно уверенно здесь мы двигались наверх фактически безоткатно, поэтому эти моменты, конечно же, могут влиять на дальнейшую картину по S&P. Обязательно торгуйте в рамках риск-менеджмента, обязательно соблюдайте риски, потому что, как я уже сказала, есть трендовые моменты, которые могут помешать дальнейшим продажам по фондовым индексам. В том числе и NASDAQ. Ребята, давайте NASDAQ посмотрим. NASDAQ, в отличие от S&P, нарисовал более привлекательную картину в шорт, потому что по NASDAQ, во-первых, есть самодостаточный паттерн, который показывает окончание роста, и это раз. И есть еще один импульс вниз, который у нас произошел 4 декабря. Это отдельные шортовые движения, которые подтверждают то, что сейчас NASDAQ находится в давлении вниз на дневном таймфрейме, и, судя по всему, это давление вниз у нас продолжится. Две внутренние дневки. Вчерашний день 5 декабря и сегодня 6 декабря. Это две конституционные внутренние дневки, которые подтверждают падение от 4 декабря. Это значит, что, судя по всему, NASDAQ у нас продолжит снижаться, по крайней мере, коррекционно. Поэтому по NASDAQ рассматриваю продажи ниже сегодняшнего максимума 15.975 с целью на пробитие, образовавшихся минимумов и ниже. Конечно же, точно так же, как и по S&P, у нас присутствует альтернативный вариант. То есть вы должны это учитывать, если торгуете фондовый индекс, потому что тоже у нас здесь довольно сильный тренд, довольно сильная восходящая тенденция. Я раньше, раньше все-таки рассматривала продолжение тенденции, здесь тоже от локальной консолидации, думала, что будем уходить наверх. Покупала NASDAQ, получила один стоп-лосс в закрытом канале. Но, тем не менее, сейчас я считаю, что немножко картина у нас поменялась. Картина у нас показывает альтернативный сценарий, который дает возможность работать на снижение по фондовому индексу NASDAQ. Поэтому NASDAQ рисковывает шорты ниже сегодняшнего максимума 15,975-15,980 с целью на парабисии, образовавшихся минимумов и ниже. Самодостаточный паттерн шортовый, он, в принципе, позволяет увидеть, по крайней мере, коррекционное снижение по данному индексу. Поэтому есть шансы для того, чтобы дальше двигаться в шорт и подтверждать импульс, который у нас произошел 4 декабря. То есть шортовые движения, которые сейчас для нас являются локальной защитой. То есть локальные защитные шортовые движения. Так, фондовые индексы, в принципе, мы с вами посмотрели. Торговые идеи по фондовым индексам вы получили. Металлы сейчас не торговые. Ничего не будем смотреть по металлам. Нефть и газ. Ребят, там тоже ничего интересного сегодня пропускаем. То есть нефть, давление вниз. Довольно такое сильное падение по нефти у нас случилось за последние несколько торговых дней. То есть там только пока шорты. Но тоже шортить нельзя, потому что инструмент движения тоже самое, можно сказать, и по газу. Крипту тоже смотреть не будем, потому что крипта очень хорошо себя отработала на покупку. Я еще ранее вам публично советовала покупать крипту, биткоин, эфир. И сейчас мы уже в движении, сейчас мы уже отрабатываем предыдущую формацию. То есть сейчас уже криптовалютный рынок не торговый. В закрытом канале я зафиксировала и биткоин, и эфир, потому что я покупала ранее по хорошей формации, по своей стратегии защитный трейдинг. И соответствующая отработка у нас произошла. То есть сейчас по крипте вне рынка, и нужно ждать каких-то более понятных, более подтвержденных ситуаций. Ну что ж, ребята, у меня на сегодня все. Если вам понравился сегодняшний обзор, поставьте, пожалуйста, лайк. Не забывайте подписаться на мой YouTube-канал «Мария Кухта Трейдер», для того, чтобы всегда получать хороший аналитический контент с анализом основных финансовых инструментов. Все рынки я анализирую по стратегии защитный трейдинг. Это моя стратегия, которую я разработала, и которая мне помогает прогнозировать рынок, видеть рынок, видеть торговую и неторговую ситуацию, видеть точку входа, перспективу движения и так дальше. То есть все моменты, которые я отбираю как публично, так и в виде торговых сигналов в закрытом канале, я все это отбираю по своей стратегии защитный трейдинг. Если вы желаете получать от меня торговые сигналы, подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал «Вид Мария Кухта» и всегда будьте в курсе, когда у нас формируются точки входа, когда нужно открывать торговую позицию, когда нужно частично фиксироваться, где выставлять стоп-лосс, все эти моменты в закрытом канале. Также хочу поблагодарить за ваши предыдущие комментарии, за ваши вопросы, отзывы, реакции. Жду от вас свежего фидбэка, ребят. Всем хорошего дня, прибыльной торговли и до скорой встречи.